здравствуйте дорогие друзья значит ролик для подписчиков которые попросили рассказать об органах управления тв 125 по и любые они одинаковые вот сперва значит человек один спросил что там что здесь в коробочке вот в этой вот такой тут цепной привод цепь такая как от велика наверно и вот там стоит контактор такой он включает и реверсирует деятель от него провода идут туда вот на электрическую коробку на эти самые на магнитные пускатели вот а что касаемо подачи человек спросил какие ручки какой подачи тут значит управляет так ну вот эта ручка это быстро медленно это понятно вот эта ручка это касается тоже подачи сюда подача пошла к патрону это нейтралка это обратно от патрона отключается подача и оно пошло от патрона выключается переключаем пошла патрон зачем нужна нейтралка чтобы вал даром не гонять да вот тут в этой коробке вся эта система там которая управляет вот этим рычагом вот она скорости подачи против часовой быстрее у меня расштифтовался здесь обломался штифт и я надо чинить короче говоря в общем против часовой это все быстрее и быстрее по часовой все медленнее медленнее если надо еще медленнее вот так вытаскиваешь его так будет еще в два раза медленнее ну и опять соответственно тоже ты крутишь также вот вот этот вот на фартуке ручка это вот продольная подача сейчас стоит вот это будет значит вот продольный мы уже видели да вот это будет поперечная вот на пасла поперечная и соответственно тут другую сторону переключает а нейтралка вот здесь нужно для того чтобы включить ходовой винт при нарезании резьбы иначе она его блокирует ты не включишь а это вот суппорт зажимается чтоб он туда-сюда не ездил по станине продольно фиксируется вот ну собственно и всего а вот это это правая и левая резьба сюда правая не тралка и левая или наоборот и не помню ну да нам так а ну вот и все органы тут управления станочек простой хороший прекрасный если паще у него были был еще станочек тв-135 он на один сантиметр вот здесь больше и как-то у него каретка помощнее но это каретка не родная это с 320 у меня не было каретки тут градусов у меня на ней нет вот так без градусов и и самое главное что у него ремни нормальные клин ременные о-135 тв-шки и была возможность у меня взять по тем временам просто побоялся выкинули просто на свалку да и все вот но тогда это было сами знаете как ну вот а так вот из помелочевки это самый ловкий станочек конечно одного его недостаточно вот его воды какой-нибудь или ну один кажется 2 и 16 к 20 это конечно идеал и их не всякие вариации допустим 1 м как он 63 или как ну там тоже всяких много вот я не стал выбрать но если конечно попадется вот по сцене по сходной ну шить такой за станок у которого бабка ручкой не фиксируется каждый раз надо ключом затягивать это конечно бред севы кобылы а 16 к 20 чем он лучше чем от 1 кажется 2 у него бабка подвоздушина то есть бабка-то такая галлотяжелющее таскать ее туда-сюда а там раз ну компрессор надо и воздух и она прямо на воздушной подушке одним пальчиком это конечно прекрасно вот ну и жачок конечно тоже уже станочек такой все-таки он побольше это уже что-то на нем там можно более габаритное сделать и у него управление как у 1к 62 такое же да крестообразный в этой самой джойстиком по делу а так конечно станочек прекрасный единственное что гитара надо перестраивать под каждую резьбу надо ее перестраивать вот но зато там все резьбы что есть наверно на белом свете можно настроить у него очень жестко жесткая станина корыто жестко он между прочим стоил бешеных денег представьте себе что 1к 62 стоил 4 по моему с чем-то тысячи советских рублей а вот этот вот миллизиппер стоил 7000 еще с лишним только из-за того что на нем буква п а вот у меня на работе было в но они ничем абсолютно друг от друга не отличается здесь вообще вот одно деление сотка такого даже даже вот если вот по этой риски то есть не по главной а вот справа рисочка то там даже 5 микрон стоит ну это конечно конечно такие размеры на токарном станте они малореализуемые тоже приходится допустим дорабатывать этот уже там каким-нибудь надфилёчком таким гладеньким шик 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 шкурочкой там меряешь и добиваешься так вот размера так из-под резца то конечно это вообще не вариант ну вот савеловский машиностроительный завод шестьдесят седьмой год моложе меня на 7 лет слабон до сих пор все я так думаю я не знаю стоит ли покупать нет я вернее я уверен что не стоит покупать никаких китайских станков ну такие деньги за них собственно бешеные отдавать по моему лучше в нормальном состоянии советские найти ну за 200 тысяч можно купить 16к 20 вообще в шикарном состоянии но это уже как раз я беру потолок тысяч за 130 за 140 можно купить 1к в шикарном состоянии да и даже за 100 или за 120 как повезет да все можно были б деньги вот друзья все я сказал да все да да конечно у меня нету у меня нету тумбера повышенных оборотов тут мотор двухскоростной и повышенные обороты там они 3000 вот ну нет он у меня там реле времени стоит она почему-то все время что-то там с ним она не работала то включалась ты выключалась я его нафиг убрал собственно говоря вот этих оборотов которые без повышенных они их как-то достаточно если частотник конечно туда поставить вообще быть шикарно и вот везде поставить этот частотник но опять же все упирается в деньги все друзья станочек ну покрасить конечно надо но не зимой иначе он будет сохнуть до маркуткиного дня